Сочи в выходные погиб лыжник. Фрирайдер не рассчитал своих сил во время внетрасового катания на курорте Горький город. Спасатели помогли подросткам спуститься с радиовышки. Парень и девушка забрались туда ради эффектного селфи. Кто в ответе за чистое море в Лазаревском районе? На совещание пригласили предприятия, у которых действуют собственные очистные сооружения. Главное – неформальный подход. В Сочи началась подготовка к празднованию Дня Победы. В этом году 75 лет освобождению Кубани от фашистов. В Сочи в минувшие выходные погиб лыжник. Фрирайдер не рассчитал своих сил во время внетрасового катания на курорте Горький город. О происшествии спасателям сообщили очевидцы, которые также катались на неподготовленном склоне в районе водопада Поликаря. Первыми к туристам добрались спасатели Горький город, которые сообщили в отряд МЧС, что двух молодых людей они выведут самостоятельно, а для эвакуации тела погибшего требуется вертолет. Из-за сложного рельефа и подвижного снежного покрова транспортировка пешком опасна для самих спасателей. Подходящей площадки для посадки воздушного судна на склоне не было. И для того, чтобы эвакуировать тело погибшего, спасатели спустились из вертолета по веревке. Затем носилки были подняты на борт. Тело 24-летнего погибшего жителя Московской области передано сотрудникам правоохранительных органов. Ночью и утром 30 января в предгорной и горной зоне Сочи ожидается мокрый снег, туман. На дорогах местами гололедится, возможно усиление ветра. Местами порывы до 15 метров в секунду. Все городские службы переведены на усиленный режим работы. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112. И продолжаем. Спасатели помогли подросткам спуститься с радиовышки. Сигнал в спасотряд поступил в субботу. Двое подростков забрались на радиовышку на улице Невская. А вот самостоятельно спуститься уже не смогли. И спасатели поднялись к подросткам и обеспечили их страховку при спуске. Парень с девушкой рассказали, что на вышку поднялись вместе с друзьями. Хотели сделать эффектное селфи. Медицинская помощь юным сочинцам не потребовалась. В Сочи в ДТП пострадал подросток. Авария произошла накануне в 11.45 на улице Армавирская в Дагомысе. По предварительным данным, 26-летняя жительница Ростовской области, управляя ВАЗовской 12-й моделью, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с Volkswagen Polo под управлением местной жительницы. В результате столкновения пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир Volkswagen. Кто в ответе за чистое море в Лазаревском районе? Этот вопрос главной темой стал на совещании под председательством первого вице-мэра Мухдина Чермита. В зал пригласили представителей районных предприятий, у которых работают собственные очистные сооружения. Результаты контрольных проб воды изучил представитель Росприроднадзора. Итог такой. Грубых нарушений в большей части случаев нет. Но вот документы предприятий никуда не годятся. Почти у всех проблемы с лицензией, оформлением проектов. Те бумаги, что выдавались во время строительства очистных сооружений, уже устарели. Изменились и технологические стандарты. На объектах муниципального водоканала, например, действуют специальные нефтеуловители. Исключаются из воды и остатки моющих средств. Все эти стандарты – залог спокойной экологической обстановки. Море должно быть чистым. Состояние экологии у нас должно являться образцом для всей России и для всего мира, если хотите. Мы единственный субтропический город нашей страны. Мы единственный город, куда стремится такое большое количество отдыхающих. Если Краснодарский край принимает 16 миллионов ввесь, то Сочи принимает из них 6,5. Качество морской воды во многом определяет выбор курорта. В этом году ее показатели соответствовали всем Санпинам и ГОСТам. Однако есть еще над чем работать у многих предприятий. Проблема еще и в том, что основной собственник того же санатория или пансионата находится в другом регионе. На оформление и пересылку запросов уходит много времени, нарушаются сроки. Могдин Чермит поручил департаменту городского хозяйства помочь в оформлении документов тем предприятиям, к которым по результатам контрольных проб нет нареканий. Государственную социальную помощь могут получить малоимущие граждане и пенсионеры. Сегодня нам об этом рассказали в Управлении соцзащиты населения Центрального района Сочи. В рамках федерального закона о государственной и социальной помощи утверждены порядок и условия. В нашем регионе такую материальную поддержку могут получить малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане России. Те, кто находятся в трудной жизненной ситуации, среднемесячный доход которых ниже величины прожиточного минимума. В первую очередь будет определено, есть ли право у заявителя, то есть оценена сумма, оценен доход семьи, после чего составляется программа адаптации, выхода из трудной жизненной ситуации. То есть она готовится к управлению, а при управлении работает соответствующая комиссия. И согласно уже этой программы данное лицо будет постепенно, поэтапно ее выполнять. Претендовать на ежемесячное пособие могут те, кто числится безработным в Центре занятости населения. Те, кто проходит профобучение или получает дополнительное профессиональное образование с дальнейшим трудоустройством. Ежемесячное социальное пособие в размере не ниже 7,5 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года или в виде единовременной выплаты, а это 90 тысяч рублей, могут получить и те, кто начинает предпринимательскую деятельность или ведет ее, но пока не получил дохода. Тем, кто ведет личное подсобное хозяйство, но имеет доход ниже 10 тысяч 143 рублей. В управлении соцзащиты можно заключить социальный контракт, для этого написать заявление и предоставить необходимый пакет документов. Также существует компенсация для одинокопроживающих граждан старше 70 лет за уплату взносов на капремонт дома. Люди старше 70 лет получат 50-процентную, а старше 80 лет – 100-процентную компенсацию. За один квадратный метр предусмотрена сумма 5 рублей 32 копейки. Если это, например, одинокопроживающий гражданин, согласно этого же постановления, мы можем компенсировать ему за 33 квадратных метра. Ну, если не меньше у него площадь. Если меньше, то за фактически. Получать ежемесячную компенсацию можно в том случае, если нет долгов за капремонт. Либо их нужно погасить и тогда уже обращаться с квитанцией в управлении соцзащиты по месту жительства. Елена Аксец, Алексей Давыдов, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Дойти до каждого ветерана – неформально. С этими словами глава города Анатолий Пахомов обратился ко всем жителям города и в первую очередь к своим подчиненным. Сегодня состоялось заседание Оргкомитета по подготовке города к празднованию Дня Победы. До Дня Победы осталось три месяца. Тем не менее, подготовку нужно начать уже сегодня. Глава города просит организаторов праздничных мероприятий не относиться к ним казенно. Главный праздник страны требует новых форм проведения. Чтобы каждый случай не спочувствовал, 9 мая невозможно спотать ни с каким другим днем. Ну и в первую очередь необходимо оказать адрес на помощь ветеранам. У нас должна быть точечная сегодня работа. И ни один участник трудового фронта, ни один участник боевых действий, ни одна вдова участника боевых действий, ни один узник не должен забыть. Ни один. Здесь просто самая тщательная работа. Привести в порядок памятники, мемориалы, обелиски и побывать в доме каждого ветерана Великой Отечественной войны и выполнить все их просьбы. Нуждающимся и желающим предложить санаторно-курортное лечение, а может быть и сделать в квартире косметический ремонт. Все эти задачи, говорит глава города, выполнимы. А среди детей нужно неустанно вести военно-патриотическое воспитание. У нас проводятся конкурсы в детских садах, изучаются песни, да, единственные в районе. После чего идет конкурс общерайонный по патриотическим песням Дни Великой Отечественной войны. Это все у нас проводится. Молодцы. Вот теперь все районы будут делать, каждый наш ребенок должен знать песни о войне, песни военных лет. В этом году наш регион будет отмечать 75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Масштабные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут в октябре. Елена Овсецина, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Доброе дело в адрес Победы. Акция по таким названиям проходит в Лазаревском районе Сочи. Акцию для школьников организовали в рамках стартовавшего в Краснодарском крае месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В этом году он проходит под девизом «Авена славой, родная Кубань». На мемориальном комплексе «Горка героев» в поселке Лазаревское, где захоронены герои Великой Отечественной, кипит работа. Школьники с вениками, граблями и тряпками приводят комплекс в порядок. Стирают с гранитных плит пыль, убирают мусор и павшую листву. Мы убираем памятники, моем их, подметаем. Так проходит акция «Доброе дело в адрес Победы». Ее в Лазаревском проводят традиционно в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. Кстати, особым блоком открытия месячника в этом году стало посвящение 195 ребят в ряды юно-армейцев. Я очень долго хотел стать юно-армейцем. И вот у нас теперь есть наш отряд. Всего в Лазаревском районе сегодня создано 16 отрядов юно-армии. Это 245 юных сочинцев, которым небезразличная история и будущее страны. Юно-армейцы уже активно включились в военно-патриотическую работу. Посетили ветеранов, поздравили их с новогодними праздниками. Создали волонтерские отряды по оказанию помощи ветеранам на дому. Впрочем, уборка на таких памятных местах проходит в Лазаревском каждую пятницу. Уже приведено в порядок 23 памятника. Все это силами 500 школьников. До 9 мая будут обновлены и убраны еще более 100 таких знаковых мест. Ну а в завершении сегодняшней акции «Доброе дело» в адрес победы ее участники возложили цветы в память о подвигах героев своей страны. Приход в честь святой равноапостольной Нины в 15-й раз отметил престольный праздник. На божественную литургию в село Пластунка приехали не только прихожане со всех городских храмов, но и священнослужители. Нина – просветительница Грузии. Там в Иверии этот праздник называют Нинооба. Пластунку же, как известно, с давних времен населяли в основном грузины, поэтому и храм здесь освящен в честь этой святой. Чтят же равноапостольную все православные христиане. Поэтому престольный праздник собрал верующих со всего города и самых разных национальностей. Мне так нравятся голоса этого храма и сам настоятель, протеерей Амиран. Святую Нину любят почему на Кавказе и вообще? Она же родственница цветага великомученика Георгия Победоносца. Ее жизнь сохранилась благодаря тому, что Господь ее оставил для того, чтобы просветить Грузию в этой настоящей апостольской, православной, как мы говорим, правильно славящей вере. Святой Нине в праздничный день верующие молились вместе с десятью батюшками. У сочинских священников традиция – престольные праздники отмечать сообща и вместе служить божественную литургию. Святая, равноапостольная Нина – это великая святая нашей православной церкви. Равнопостольная Нина просветила светом христовой веры весь народ и верии, то есть всю Грузию. Поэтому мы радуемся сегодняшнему дню. Душа каждого христианина в эти дни, в такие праздничные дни, тянется куда? К храму, к святыне, к святости. День ангела в этом храме отмечают все православные сочинки Нины. В отличие от дня рождения, имени Нины у верующих принято отмечать в церкви. Из тех людей, которые сейчас стоят в храме, половина, наверное, стоит Нин, потому что они очень рады тому, что у них есть такая возможность раз в году прийти к нам на приход, исповедиться, причаститься и поучаствовать в этой радости. На фоне всех этих перипетий, которыми сегодня изобилует наш мир, слава Богу, что церковные дни и церковь в целом нас сближают, и мы успокаиваемся, умиротворяемся и думаем о добром, и только о Созидателем. Просвещала Нина и верю и обратила ее в христианство, будучи 16-летней девушкой. Символом же ее веры стал крест из виноградной лозы. Хранится он в кафедральном соборе Тбилиси. Умерла Нина на 67-м году жизни, после 35 лет апостольских подвигов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. В рамках реализации концепции непрерывного образования в Сучинском институте РУДН сегодня открылась Международная зимняя академия «Моя профессия юрист». О форматах работы академии и ее значении в модернизации системы юридического образования расскажет Ольга Десятого. В этом году участниками Международной зимней академии «Моя профессия юрист» стали преподаватели и студенты из 18 городов России и четырех стран мира. Интерес к проекту растет с каждым годом. Его куратор – заведующая кафедрой истории государства и права РУДН, профессор Марина Немытина. Под ее руководством издан учебник «Профессиональные навыки юриста». Он составляет методологическую основу программы зимней академии. Преподаватели едут за тем, чтобы освоить новые методики в юридическом образовании. Они очень заинтересованы в том, чтобы понять, как эффективно учить студентов, как учить студентов практики. То есть цель мероприятия – практика, ориентированное обучение. Программа зимней академии направлена на развитие практических навыков юристов. Здесь имитируются ситуации из профессиональной жизни и юридической практики. Формирование навыков построено на освоении определенных алгоритмов действий и моделей профессионального поведения, которые нельзя освоить, просто слушая лекции. Что-то попробовать, то, что мы называем деловые игры. Потому что, к сожалению, сегодня программы очень жесткие в вузах. И у нас очень часто не хватает времени на такие вещи, которые, на мой взгляд, должны быть. Международная зимняя академия на базе Сочинского института РУДН проходит уже четвертый год подряд. Отрадно говорят организаторы, что некоторые ее слушатели, однажды став участниками программы, непременно возвращаются вновь, но уже в статусе состоявшихся специалистов, чтобы повысить свою квалификацию. Я участвую третий раз в данной зимней академии. Эффект я получил колоссальный. Я получил практические навыки ораторского искусства, выступления, документы оборота, которые пригодились мне в дальнейшем по работе. Программа академии рассчитана на неделю. За это время участники познакомятся с интерактивными методиками обучения, примут участие в работе различных круглостолов по актуальной юридической проблематике, а также получат профессиональные рекомендации юристов-практиков. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». О вузах и колледжах началась государственная итоговая аттестация Сочи. В эти дни выпускные экзамены сдают несколько тысяч студентов. Комплексную проверку знаний прошли и студенты Кубанского юридического колледжа. В целом порядка 40 будущих юристов. Специальность «Правоохранительная деятельность» – одна из популярных в Кубанском юридическом колледже. И в этом году здесь уже пятый юбилейный выпуск юристов. Ребята волнуются, но признаются, к экзамену готовились долго и основательно. Поэтому каждый студент уверен в своих знаниях. Выпускников, которые учат уголовный кодекс за 24 часа до ГОСОВ, среди студентов Кубанского юридического колледжа нет. На протяжении всего обучения были практики, мы выезжали на всякие следственные действия. Конечно, это очень интересно. У нас педагоги, профессионалы, которые прошли это все на практике, делились с нами своим опытом. Нас это как бы заряжает. Парни, естественно, в армию все пойдут, потом в высшее учебное заведение, получат свои звания, сразу в должностях уже после института и будут работать по своей специальности. Половину того, что мы можем пройти в институте на первом и на втором курсе, точно нам заложили уже здесь. И что там, мы уже не пропадем. Что касается ГОСОВ, ГОСОВ, да, конечно, это волнительно. Но я думаю, все справимся, все пройдем, все получится. Студентов колледжа ждут даже в Челябинском государственном университете. У сочинского образовательного учреждения заключен договор с Уральским вузом и не только с ним. Большинство ребят на сегодняшний день уже трудоустроены. То есть они проходили практику и на практике показали свои высокие знания, способности. Их уже приглашают на работу в органы угрыбленных дел города Сочи. Популярностью пользуются именно структурные подразделения МВД, прокуратура. Поэтому мы гордимся своими выпускниками. Все четыре года со студентами, которые выбрали специальность правоохранительные органы, занимались не только сильнейшие теоретики, но и практики. Студентов колледжа развивают всесторонне. Юриспруденция и право – это далеко не все, в чем ориентируются выпускники. К выходу во взрослую жизнь ребята полностью готовы, уверены педагоги. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.